Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Отсветание до заходу солнца Гомельские аграрии утримливают высокие темпы жнива. Уже убрано коля 70% посевов. Намолочено 517 тысяч тонн сбоша. Держзаказ выконаны большим на 60%. Середняя урожайность зернивых урожай непосредственность субтитров А.Кулакова потом. У нас сейчас идет активная уборка трав зеленых, заготовка кормов. В настоящее время у нас идет заготовка активным ходом силоса из трав, сенажа и сена. У нас есть несколько районов, которые уже свои задания по сену выполнили на 100%. Вопрос второй – известкование. Площади освобождаются после того, как уборка завершена. И сразу же на этих площадях начинают работать по изыскованию кислых почв. В настоящее время тоже 45% этих заданий выполнено годового объема. Некоторые господарки региона наближаются до финиша уборки зерневых. Улику передовиков, хлеборобы Лоевского и Мазырского районов. Догоняют их аграры Брагинского, Житковицкого, Речицкого и Хойницкого. У десятый раз в регионе стартовала областная доброчинная акция с бяром портфель першоклассников. Долучиться до ЕЕ запрашают предприемства и организации. И просто усих неравнодушных людей. Все лето в школы Гомельщины прийдут свыше 17 тысяч першоклассников, что амаль на 500 детей больше у правнанне с минулым навучальным годом. Повышенную увагу нададут тем, кто мая потребу у патрымцы и клопоте. Гэта дети-сироты и дети, які засталися без опеки батьков. А так само хлопчики и девчинки сашмадетных семья. Летось по часу акции с бяром портфель першокласснику, ЕЕ удельники собрали комплекты школьных прылат для двух с половой тысяч навученцев. Все лето плануется собрать не меньше. Причем подороть портфель и не только першоклассникам. Ни один случай был связан с тем, когда, приходя домой в квартиру многодетную семью, портфель выручался не только первокласснику, портфель, еще какая-то памятная игрушка, но и ребятам, которые идут в пятый, седьмой класс. Мы тоже хотим обратить внимание на тот факт, что сегодня в многодетных семьях в поддержке, вот такой финансовой поддержке, внимание нуждаются и другие члены семьи. Как долучиться до акции, треба звернуться в Головное управление эдукации облыв Канкама, те отделы эдукации, спорту и туризму ГАР Райвы Канкамау. Акция протягнется до 1-го вересня. От эскиза до увасаблення. У Лясковичах проходит областный пленер дравляной скульптуры «Ажившая давнина». В творчем конкурсе принимают сюдзел 10 маестров зуся гор Гейона. За тем, как Бервенне перетворяется в Мастацкий твор, назирали наши корреспонденты. Выники прессы Мастру на одном из минулых пленеров заразу пригоживают территорию Музея природы у Лясковичах. Гэта скульптуры у выглядзя представников живёльного света Палесся. Всё лет организаторы так само не отшли от мясовой темы, правда, задальше перед удзельниками стоит борщ складанная. У древе треба увасобить героев колосовских оповестей Дрыгва и драмы упущих Палесся и Мележовской трилогии «Палесская хроника». Каб створить досконалы в образ и передать эмоции, потребна соправдная майстерство. Образы всё это, это сложнее намного. Выразить какого-то зверька его намного проще или выразить молодую красивую девушку, чтобы она была красивой, конечно. Это намного сложнее, чем делать какого-то зверька. Бензопила и сякера для першесной грубые опрацовки дуба. Однако уже на этом этапе начинают проявляться перши обрысы будущих скульптур. Далее у справа подуть больше деликатные инструменты – стамески и ножи. И вот тут майстер проявит все свои навыки. Роман Минкоу не первый раз принимает удел у пленеры «Ажившая Даунина». Однако этого часа лишит себя в учнях. Наставник просует побачь – это батька Валерий Леонидович. Он меня обучал с самого детства. Мы как бы не то что соревнования, мы друг другу помогаем. То есть все время вместе. Он мне где-то что-то, я что-то ему помогу. Я еще учусь, учусь, учусь и буду учиться. Удельникам необходимо створить две скульптуры. Одна выше ней до метра, другая – до двух. На этой медведяно 10 джон. После работы будет оценивать журы. Пленер «Ажившая Даунина» проводит раз на два года. Селетний конкурс – шостый по леку. Уделу им принимают 10 мастров с Гомельской области. Сегодняшний день я скажу, что Гомельщина достойно представляет резьбу по дереву. И 10 человек – это немало для областного такого среза. Интерес только возрастает. Только возрастает. Почему? Потому что сегодня это востребовано. Сегодня уже более люди понимают, что наша традиция живая, особенно традиция, которая еще у нас сохранилась. Достойно и сбережения, в первую очередь, посредством проведения данных мероприятий. Скульптуры, которые будут створены подчас пленера «Ажившая Даунина» в пригожице Петриков. Максим Савин, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель» из Петриковского района. У любови до родного края «Гомельская мастачка» Катярына Мохарова представила гостям библиотеки «Эмя Герцена» первую персональную фотовыставу. В экспозиции 30 пейзажных здымков, которые вернут вас думками у любимые и дорогие с детства месты. Фотографии адлюстровывают, прохожают белорусской природы. За гульные просторы пейзажу автор зауседа вылучает своего маленького героя, который становится голодным персонажем-здымком. Чем меньше в образу кадры, тем он ближе и до глядача. Фотография только одно с захоплением Катярыны. Девчина так само займается живописом, ручным ткаством и росписом по тканине. Я педагог по живописи. Мне это близко, многие мои фотоснимки в дальнейшем являются прототипом моих акварельных работ. Вдохновляет природа, все, что связано с природой. Роса после дождя, жучок на травке. Очень люблю сельскую местность. К сожалению, не всегда есть возможность выехать куда-то за город. Но если есть возможность, то с удовольствием стараюсь взять с собой фото, чтобы запечатлеть какие-то красивые моменты. Экспозиция проходит у рамках проекта «Выставочная простора молодым» и промеркована до года малой родимы. Убачить с дымки можно до 28-го жнивня. Гомельс Беррелевшев, биатлониста у Белоруссии. В областном центре в ближайшие выходные пройдутся открытые республиканские споборництвы по биатлоне. В дело турниры примут спортсмены из всей краины. Готовность трассы до старта оценили наши корреспонденты. Официйное открытие лыжа-роллерной трассы заплановано на субботу, 10-го жнивня. Но пляцовка для тренировок спортсменов настала в начале этого дня. На первые дни открытого Кубка Белорусской Федерации биатлона тут проходит учебно-тренировочный сбор. Параллельно идёт техничная подрыхтовка до споборництва. Сейчас проходит учебно-тренировочный сбор, в процессе которого специалисты технических служб выясняют тонкостью нюансы обслуживания данного комплекса. И сейчас в постоянном контакте с Федерацией мы отрабатываем проведение, прежде всего, Кубка. Приглашаю всех сюда, на Луговую 33, на биатлонный комплекс ОЖД, чтобы своими глазами увидеть красоту, которую построили строители, ну и, конечно же, посмотреть на соревновательный момент. Программа турниру обязает быть насыщенной. В пятницу пройдут официйные тренировки разных взрослых групп. В этот день майстер-класс для юных спортсменов, проведя зорк российского биатлона. Двухразовая олимпийская чемпионка Вольга Зайцева. В Гомеле биатлон развивается достаточно молодой, потому что в других регионах биатлон развивается намного уже раньше, и там уже были свои звезды, и свой тренерский состав. Но вот как прогрессируют гомельские ребята, это достаточно очень нравится, что тренеры действительно хорошо работают, и мы уже видим прогресс гомельских ребят, как они из года в год начинают подтягиваться на соревнованиях и занимать места. Подтримать юных спортсменов на трибунах могут все ожидающие. Для зручности будут организованы додатковые рейсы автобуса номер 14, вокзал Якубовка. В субботу старты начнутся в 9.50 и завешатся в 17.30. В неделю протягнутся с 9.50 до 14.00. Открытие с поборництва пройдет 10.00. Початок в 11.00. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадио-компания «Гомель». Оранжевый уровень небеспеки обвешаны на ближайшие сутки в Гомельской области. На большие часы территории ждут на больницы. В особенных районах максимально увеличение ветра порывами до 15-20 метров за секунду. Максимальная температура в складе плюс 30 градусов. А падки ждут так же вечером в пятницу. Тым часом у Гомельской области обновился температурный минимум 91-годовой давнины. Это отбылось у Василевича Хречицкого района. У ночи 6-го жни у нее температура там снизилась до 4,8 градуса. Папередний рекорд для этой даты был зафиксован в 1928 году. 6,9 градуса выше за нуль. Это и так самая иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.bivay. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 9-летний ребенок пострадал в ДТП в Гомеле. Авария произошла на проспекте космонавтов. Несколько автомобилей столкнулись по причине несоблюдения дистанции. Сначала «Мерседес-Бенц» врезался в ровер, который ехал в попутном направлении. От удара автомобиль отбросил на идущий впереди «Рено Меган». В результате аварии пострадала 9-летняя девочка, которая ехала в ровере в удерживающем кресле. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы. В Гомеле накануне серьезно травмированы рабочие одного из местных предприятий. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Утром 6 августа в одном из центрально-тепловых пунктов на электросварщика упала металлическая труба-теплопровод. 54-летний мужчина госпитализирован. Проверку по данному факту проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета. В Мозырском районе сгорел трактор с 11 тюками сена. Возгорание произошло на автодороге Митский-Стрельск. Пожар ликвидировали спасатели. Огонь уничтожил моторный отсек и кабину, а также 11 тюков соломы в прицепе. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняется. Основная версия – попадание искры из выхлопной трубы трактора. Прыгали на крыше машины, снимали свои подвиги на видео. В Гомеле оперативники Управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией задержали троих 16-летних подростков. Им инкриминирует злостное хулиганство. Интерес у правоохранителей вызвало видео, где парни фривольно ведут себя на улице, а потом один из них и вовсе забирается на крышу чужого автомобиля. Позже хозяин иномарки заметит повреждение кузова и напишет заявление в милицию. Предполагается, что причиной неадекватного поведения стало желание обратить на себя внимание и показать мнимое превосходство над другими. Сейчас все трое находятся в ИВС. В их отношении возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Один из парней также является фигурантом дела о групповом разбойном нападении. Вместе с матерью и еще одним подельником он избил мужчину и отобрал у него деньги. Уголовное дело по данному факту уже направлено в суд. Другой юноша был замечен в массовой драке в Гомеле. Опасная находка. В жлобине во время укладки кабеля нашли обрез винтовки и патроны времен Великой Отечественной войны. Земляные работы проводились во дворе частного дома. На полимерный пакет строители наткнулись во время выкапывания траншеи. Внутри лежали обрез винтовки системы Мосина, затвор к нему и семь патронов. Сотрудники Жлобинского РОВД изъяли находку и направили на баллистическую экспертизу. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по мини-футболу. Пока свое участие в будущем первенстве страны подтвердили 12 команд. Среди них новичок Минск, сформированный на базе юношеской сборной Беларуси. Лишилась высшая лига «Литсельмаша», «Микошевического гранита» и «Бреста». Пополнить число участников планирует столичная территория и жлобинская команда «Гомель-Молоко». Первый тур состоится 7 и 8 сентября. Гомельская ВРЗ на старте дома сыграет с Оршанским Витеном. БЧ отправится в гости к охране «Динамо». Светлогорский ЦКК встретится с Борисовым-900 на его поле. Окончательный вид календарь чемпионата примет 22 августа. До этого дня «Гомель-Молоко» и «Территория» должны подтвердить свое участие в первенстве. Из новшеств грядущего чемпионата – это отмена возрастного ценза. Наличие в заявке на матч одного молодого игрока больше не обязательно. Россияне также больше не будут считаться легионерами, а в заявке на матч должно быть не более четырех иностранцев. За исключением россиян и не менее девяти игроков с белорусским паспортом. Также отменено понятие «не легионер». Такой статус имели игроки, имеющие вид на жительство в нашей стране, отыгравшие в белорусском чемпионате не менее трех сезонов. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» завтра отправляется в Польшу, где примет участие в международном турнире. В Кельце подопечные Тома Жичатера за два дня сыграют три поединка. 9 августа противостоять гомельчанкам будут польские коллективы «Петр Кувтрибунальский» и «Перла Излюбина». 10 августа состоится матч с хозяйками паркета, гонболистками «Короны» из Кельце. В «Гомеле» продолжаются областные соревнования по велоспорту среди учащихся детско-юношеских спортивных школ 2003-2004 годов рождения. Свои команды выставили пять городов Гомельской области. Это Будокошелева, Речица, Мозырь, Жлобин и Гомель. А также представители Могилевской области из города Кировск. По итогам первого дня в командном зачете лидирует сборная Будокошелева, а представители Речицы и Мозыря на втором и третьем месте соответственно. В день открытия соревнований проходили индивидуальные гонки. Среди юношей в лидерах речицкие спортсмены Никита Тур, Александр Корниенко и Максим Иванец. У них первое, второе и третье место соответственно. Среди девушек победила Полина Конрад из Кировска. Серебро и бронза у велосипедисток из Будокошелева. Самые сильные команды у нас это речицкая команда. Мальчики и Будокошелевского района девушки. Город Гомель выглядит средне. Нам, честно говоря, вообще в Гомельской области негде тренироваться. У нас нет шоссе, нет трассы. Дети выезжают только на трассу, на шоссе, там где ездят машины. А завтра пройдет заключительный день соревнований. Спортсмены будут состязаться в групповой гонке. Начало в 10.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.